Господа Петра, 4 глава, 12 стих. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуетесь. Если Богу угодно, то лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Это наставление в соборной церкви, оно касается и нас. Вот мы просим Бога, и не веди нас в искушение, молитву кажется понятным, а спроси, что это за искушение, не знаю. Искушение двух родов бывает, двух. А одно Бог посылает для того, чтобы человека испытать, искушение означает испытание. И другое от человеческих прихотей. Он увидел вещь, что нравится, купить не на что, пошел и своровал, поймали, посадили. Вот искушение, говорит, искусился на то, что ему не принадлежит. А от Бога какие тогда искушения? От Бога только два. Это болезни, которые он посылает, которые надо переносить. Внезапно заболел. И за нение, за имя Божие. Вот об этом апостол Петр говорит. Возлюбленные. Это обращается к пасте и к нам. Вот сколько выступали разные премьер-министры, президенты, секретари партии. Хоть один раз они сказали так, возлюбленные. Они не знают такого слова. Да оно не может быть, потому что перед ними рабы. А здесь мы все надеемся на встречу в будущем веке. Он пастырь, рыбак. Его Бог избрал, сделал апостол. И он теперь пасет овец к нам. Они все ему дорогие, он о них заботит. Он строжится, наказывает, эпитемью накладывает, чтобы исправить. А тем не так, лагерная пыль. Сто миллионов погубили, лагерная пыль. Пыль. Просто люди это пыль. Как говорил вождь революции. Пусть 90% погублены будут, но 10% мы поведем к светлому будущему. И 90% это ничего не значит. А у нас за одну душу Христос умирал. И поэтому говорит, злой волк приходит убить и погубить. Это все были волки. А пастырь приходит душу положить. И говорит, возлюбленные огненного искушения испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь. Как? Верующий начинает говорить. Я был неверующим, у меня такой хороший путь был. Я учился в институте. Занимал должность. Кафедрой заведовал. Ну и перечисляет. С женой был порядок. Когда поверил, вот все против меня делали. Да почему так? Я считал, что наоборот, дело выправится, будет лучше. Я стал лучше обращаться. Жена, говорит, как ведьма сделала. Каждый день грызет. Я до этого ходил пьяный, приходил. Изменял, молчал. Сейчас ничего этого нету. Поедом заедает. Почему? Испытание. Бог проверяет свой характер. Если человек, рожденный свыше, он из-за пустяка не будет терять свой дух. Он будет вести в правде. Нам иногда кажется, ну подумаешь, я там покипятился, погорячился. Дело обстоит намного сложнее. У верующих это все под контролем. А у человека, который не под контролем держит свои чувства, там руководит сатана. Он не помнит, меняет лицо, взгляд, рост, мозг. У него все меняется. Он другое делает. Искушение не выдержано. Испытание не сдано. Значит, жди большего. Господь еще будет испытывать. Когда человек начинает по-своему, ему говоришь, а он на своем наставе. Я ему говорю, ты еще не давленный. Бог тебя не просеивал. Он тебя не нашинковал на мелкое. На мелком сите не просеивал. Все в тебе. И Господь говорит, горе тебе, Мааб. Ты сидел на своих дрожжах. И вкус вина оставался в тебе. Я заброшу тебя в землю чужую, как меч. Богу не угодно, когда мы остаемся с прежним характером. Вроде бы все хорошо. А испытание пришло и не выдержало. Оказалось, ничего и нет. Бог испытывает потери, близких людей, скобью, пожаром, наводнением, землетрясением, ворами. То есть испытаний очень много и мы никак их не можем избежать. Но я же молился. Но вот поэтому у тебя так и есть. Сын молился, ты говорил, да будет воля твоя. Говорил, ну а волю-то Божию ты не знаешь. Воля Божия вот в этом и есть, чтобы испытать. Так у меня сын единственный. И вдруг погибает. Воля Божия. Ты не знаешь, кем он был. И ты не знаешь, где он был. Скажите, я святого Уара. Сын молодой офицер. Внезапно заболел. И внезапно умирает. Мать приходит. Господь отдай мне моего сына. Святой мог бы воскритить. И вдруг она его видит, что он на руках у святого. И говорит, мама, что ты делаешь? Нет, так хорошо здесь. Ты не зови меня только сюда. Господь может делать воскритить. Я не хочу уже. Если человек спасенный, туда попал, ходить в отобьем свое холодное, гниющее тело ему не хочется. Зачем? Я уже достиг живой пристани. Это мы так привыкли. Вот разбираем мужчину, женщину, старый, малый. Перед Богом-то другая картина. Все может быть в одном дне, в одной минуте и выглядит по-другому. Вот я специально хотел посмотреть по Библии, как Бог искушает человека и чем. Бытие 2, 2, 1 стих. Бог искушал Авраама. Как? Как ни одного человека не искушал? 99 лет детей нет. А обещание было дано. От тебя родится сын, от сына сын. И эти люди будут наследовать обетованные земли, получите. А как? Сын рождается, растет. И вдруг Бог им заговорил опять. Возьми сына твоего. Возлюбленного твоего. Единственного твоего. И своей рукой зарежь его. И сожди его на хостре, не в жертву. Вот я по тебе думаю, я бы не поверил. Сказал бы, что сатана искушает. Не поверил. Богу человеческие жертвы не нужны. Это только сатана требует. Но однажды было показано, народоначальник веры не Моисей, не Иоанн Креститель, а Авраам. Бог Авраама, Исаака и Якова. Бог им открылся. И теперь Бог показывает, кого он в основание положил. От кого вера наша пошла. Это Кремль. И он жене ничего не сказал. Взял и пошел. Пошел на преднят пути. Притом не знает, куда идти. Бог ему говорит, иди прямо. Вечер наступил. Ложись спать. Поднимайся. Опять идет. Взял дров, ослаб, лук. Жене не сказал. Затаус говорит, если бы он сказал. Старый бы убедил людей, что старик сошел с ума. Что этот Бог хуже молока. Требует жертв человеческих. Они бы просто его заключили. Отбили бы Исаака. Но получилось не так. Он привел его. И когда поднимается на гору, и так уже юноша. И он спрашивает отец. А где жертва? Одним этим отецом, говорит, заколол отца уже. Каково ему было послушать отец? Я хуже получать для тебя. Он только опустив голову, видимо, и сказал. Сын мой, Бог усмотрит жертву. И вот в Батерее в этом Моисей пишет. Бог искушал Авраама. Чем мы можем пожертвовать для Бога? А сегодня спрашивает ребенка. Приезжает даже в лагерь. А ребенок не хочет. А он думает, как ты можешь запустить, что ребенок командует, спрашивает. Он ничего не должен спрашивать. Он единственное может спросить, а как Богу угодить? Один вопрос такой задать. Все в тебе положено. Он несовершеннолетний. Он на себя не отвечает по лоте. Ты, отец, мать, отвечаете. Научитель сына так говорит. А воля Божия есть? Давай помолимся. Воля Божия есть, чтобы ты остался в православном лагере. Значит, сына научится хорошего. Воли Божией есть, его держи, уезжайте. Только один вопрос ставьте. Куда вы едете? Там воля Божия есть, чтобы вы пребывали? Или нет? На молитве стоят не вместе ноги. Не шевелиться. Мы стоим перед великим и начальником. Вы научаетесь страху Божию. Нас Бог Божий сегодня искушает, что некому молиться. И как мы себя поведем. А мы немало не сомневаемся. Положили начало. Прочитали молитвы. Сделаем поклоны. Послушаем проповедь. Это все может быть искушением. Второзаконие 13.3. Допустим, человек говорит тебе, давай пойдем, перейдем в Бобкисты. У них очень хорошо. На скамейках сидят. Наши любят на скамейках сидят. Как только проповедь говорит, все упадут сразу. Приходят, сидят. У них просто стоять не надо. Послов собрать не надо. И ты знаешь, это Бог тебя искушает. И говорит, не слушай слов пророка всего. Через тие искушает вас Господь, Бог вас, чтобы узнать, любите ли вы Бога. Бог может послать таких людей, которые будут увещевать нас. Нам приехали люди сюда на машине, привели литературу, о нас услышали. И стали рассказывать, какая у них хорошая вера, а не сердце. Мы им быстро доказали, что они заблуждаются, что они юридики. Они нам простить это не могли. Они никак не ожидали, что православные знают Библию. Никак. Приехали они в соседнее село, за 15 километров Порщина, там вортисты. Раскинули, говорят, шатер. И приехали к нам убеждать, самые сильные. Но мы их так убедили, что они стали, видимо, уже думать, правильно ли их вера. Мы к вам обязательно приедем. Вырвались от нас, больше туда не приехали. Мы их не били, мы их за стол пригласили, мы им все рассказали. Но мы показали величие православной веры. Она от апостолов. Они никто. Они вообще никто. Еретики, самочинцы. Сами организовались, назвались. У них нет священства. Книга Судей, 2 глава, 22 стих. Господь допускает, чтобы искушали Израиля. Станут ли они держать на пути Господня. А о чем речь идет? Когда Израиль ходил в обитованную землю ханаанскую, Бог сказал, все народы истребители. Ни одного человека не оставляйте в живых. Иногда говорят, как мог Бог запустить так? Ты смотри шире, если тебе взгляд Бог расширит. Мы видим только одно стекло шоковеликого панно Божьей панорамы. Эти народы изжили себя. И Бог их сметает. Для Бога это разница. Это Его творение. Он мог это и не творить. Мог эту землю не творить. Спрашивают, а зачем Бог сотворил землю? Зачем все? Не знаем. Это Божий план спасения. Чтобы славили святое имя Его. А нужно ли Богу, чтобы Его славили? Когда херувимы и сарапимы поют. Человек дальше идет. А это Богу нужно. Не знаю. Я только знаю, что они распевают, поют и в этом величайшее наслаждение. Не из Путина на земле. Человеческое ухо на земле таких слов не слышало. На ломни приходило на сердце, что там приготовлено для верующих. Вот Павел грамотный, родин, учитель. И говорит, пересказать невозможно. На земле нет вам паэти таких слов. В словаре нет таких выражений. И мы должны сказать, как Бог устроил, чтобы смел все народы. Но Израиль где-то поступал неправильно, и некоторые народы остались. И Господь их оставил, чтобы искушать, чтобы они нападали. Бог мог сделать, чтобы в окрестностях ни одного безбожника не было. Бог искушает нас, чтобы мы к нему прибегали. Иногда проедут у нас, что есть деревья, и все подлетут за собой. Воры. Искушает нас Господь, чтобы мы ценили вот этот порядок. Вот у нас в теле сто люди, которые любят безбожников. Мы говорим, что общение с безбожниками до минимума свести. По всяким пустякам едут. Едут, а потом они ходят по дворам, подбирают лишнее. И через этого, кто проселился, нас тоже Бог искушает. А наши действия – молитва. Мы ничего больше не можем делать. Мы должны благодарить Бога, что Он в мире, переносимой нами, испытывает нас. Вы на ночь не можете даже технику загнать, и лоркопеды стоят на улице. Так легко воровать. Здесь в данную ночь можно полдеремния своровать и нажиться. Но здесь окружили молитвой, крестным ходом. Книга порока Даниила, 12.10. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. А нечестивые же будут поступать нечестиво. То есть война, скорби, Чечня. Верующие делаются через войну только лучше. Они сразу в храм идут. Даже вот сейчас берут в армию, смотришь, побежали в храм. Как только экзамены в институтах, в храм бегут. Сейчас там храм Татьяна посолили, Чесловню в университете. Мы уже знаем, стоя в церкви, какое-то событие. А, в Песке побежали студенты, им отметки хорошие получили. А потом опять Бог не может. Бог как будто палочка-выбычалочка какая. Бог – это жизнь, это радость. Это иное мышление. Я еще не встречал им ангелия даже, но я знал, что есть ах. Рай – это не для меня, но ах. Но где-то непонятно в глубине степилась надежда. А может, за упокой кто помолится за меня, дядя Степан, то, может быть, мне как-то защитился это, кто-то чего-то. Мне никто не сказал, что за меня умер Иисус Христос. Что за мои грехи Он пролил пречистую кровь. Что верою во Христа мы получаем прощение. Что кровь Иисуса Христа очищается от всякого греха. Что есть Святая Библия, которая указывает человеку, как спасти. И никто этого не говорил. Но я тогда думал, если бы мне предложили то, чего у меня нет, богатство, славу, красоту, силу, власть. Ну что я тогда представлял? Рассказали, один час будь неверующим. Я бы ничего не принял. А в этот час я могу умереть. И душа моя пойдет без Бога в ад. А один час, я говорю, будь без Бога неверующий. Это самое страшное. Я считаю в жизни святого Вихонта. Он верил, а потом потерял веру. Потерял, совершенно стал, никакой веры нет. И он не растерялся. Он стал молиться, я молюсь Богу, которому не верую. Год за годом уйдет веры нет. А он продолжал ходить в храм, пламясь и плакать, и молиться, творить милость. Потому что вера потеряна была. И Бог вернул веру тогда. И стал святым. Ты цепляйся за то, что есть. Евангелие от Матфея, 6, 2, 13 и стих. Когда ученики подошли ко Христу и говорят, Господи, научи нас молиться. Для человека нельзя научить молиться. Но Господь дал одну стандартную молитву, называется молитва Господня, Ощи наш. Сначала признают, что есть Отец Небесный, а мы Его дети. Ты и Ощи, Его называешь и Я. Но если Отец один, значит, мы от одного обсаждающего родные братья, если остров, тогда мы возглюдаем друг друга. И вот этой молитве говорится, не веди нас к искушениям. Эту коротенькую молитву, 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 главенствующую над всеми молитвами, вошло слово, не веди нас к искушениям. То есть мы просим, Господи, как бы мне не заболеть, так хорошо быть здоровым. Да будет воля Твоя, Господи. Я скажу, что лучшие минуты моей жизни были, когда я в тюрьме сидел, в лагере, когда я был на операционном столе. Это я понимаю на другом уровне. Но! Я все время говорю, Господи, только бы мне опять туда не попадать. Как же там тяжело! Как там трудно! Как хочется родных и близких увидеть, все бы отдал, чтобы одно слово перевозиться. Как тяжело одеть и чужие людям! Свернословие, матерщина страшная! И ты один! Тебя могут легко убить! Господи, не веди в искушение! Я и болел разными болезнями. Сейчас ничего не болит. А как это я болел? И не знаю, болело это или не болело. Сам себе думаю, ну надо же! Кроме горячего, ничего не упит, сливок, холодный класс. А у меня же в холодильнике, в морозилке меня в тюрьме держали. У меня бронхи полностью полетели. Суперкулезные диспансеры меня отпустили на свободу, когда пришла миссия. Господи, я думаю, как я мог до этого дойти? Сейчас забыл, спросил, что со мной было. Ой, не веди в искушение! Как подумают, страшно делается. А вы не знаете, что ждет? Молитесь, скажи, мне говорили, что трудно. Не веди в искушение! Это гонение! За слово... Да я не вор сидел! Не убийца! А за слово Божие! Это за распространение Евангелия! Макфея 16.1 Фарисеи и Саддукеи искушали Христа и просили у него знамение. Господи, сделай, чтобы огонь сошел с неба. Знамение просит. Вот вы, верующие, какое чудо можете сделать? Меня спрашивают, а какие чудеса с тобой были? Да я на этих чудесах живу. А какие эти чудеса? Такие, ну как говорится, ненормальные, непривычные? Обыкновенные, что мне Бог дал веру. Я верю всему написанному в Священном Писании в Библии. Такая у меня вера, что все в Библии правильно написано. Что будет то, что написано там. Мне Бог дал глубочайшую веру. Это чудо. Мало того, я молитвы прошу. Я всем говорю, какие Господь дал обетование? Простите и получите. Я просил и просил все годы и жертвовал деньги, чтобы Бог вернулся, жениться на Россию. Конкретная четкая молитва была. Я много зарабатывал, работал печеньком. И деньги раздавал бабушкам около церкви. Всех просил молить. Я молился, чтобы рухнул сатанинский режим. Дьявольский режим, который царствовал здесь. И что интересно, меня-то освободили в 87-м году. Это было 70-летие военовского пленения. Плен кончился, выпустили. В 17-м, а по 87-й. Матфея 19-3. Парисеи и книжники искушали Христа. И спрашивали, позволительно ли по всякой причине разводиться. Вот как еще искушать, когда подходят такие вопросы. А у вас еще разводиться нельзя? Или покоят, а вам еще бороду брить нельзя? Это искуситель покой. Никогда не бойтесь прямо отвечать. Не положено. Так Бог устроил. Бог сотворил мужчину и женщину разные. Молодого не растет, потом растет. Да что ты как дикообраз зарос, да ты бы был такой. И дальше начинает. Ну Бог меня сделает дикообразным, и тебя павлином. Ну что делать? Как будет свое? Меня сделает драчон, тебя и девком. Ну будем так. Я буду хвакать, и соломенки. Но и то, и другое приятно Богу. Бог сотворил. И только благодарит Бога. Макфея говорит. Теперь как люди искушают Бога, оказывается. На Бога искушали. Исход 15-2. Когда они шли по пустыне, было жарко, хотели пить. И ни в ней нет ни одного труда, ни одного водоема. И народ стал требовать, дайте нам воду пить. И сказал Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господу? Не искушайте Господа Бога. Стали требовать того, что нет. Это искушение Бога. Бог, вроде, может дать пустыне из этой скалы? Дал Бог из скалы, скалал лоб, матресл, потек ручей, и скотина все напили. То есть требование у Бога чего-то, требование. Это искушение. Число 14-22. Господь говорит, искушали вы меня уже 10 раз. Требует пищу по вкусу себе. Надо быть довольным то, что у тебя есть. У кого нет, удели ему, чтобы искушение это прекратилось. Насколько это возможно? Старозаконие 6-16. Не искушайте Господа Бога вашего. Солом 77-18. Искушали Бога в сердце своем. Требует пищи по душе своей. Вот как. Садятся за стол и никак не угодишь. Копызники. А вот это вот пить не буду есть. А вот шоколадок не дай. Все шоколадное почему-то хотят. А ты доволен будь тем, что есть. Как Серафим Саровский говорил, хлеб да еда, монашеская еда. Благодари Бога. Да в блокадном городе, если бы тебе дали хлеба, сколько у нас, ты бы считал вполне достаточно для прожития. 77-41 салом. И снова искушали Бога. И оскорбляли святого Израилева. Не помнили они руки его дня, когда он избавил от угнетения. То есть надо все время помнить день, когда Бог избавил от угнетения. А когда? Когда ты был невежащий и уверовал. Что бы тебя ни было. Да, у меня хуже. Я мог занимать больший пост. Но я уверовал. То не променяю уже никогда. Какое бы у тебя ни было искушение, а вот если я был неверующий, я бы не был. Мне безбожники говорили, да если бы вы были с нами, коммунисты, вы бы какой пост занимали. Ну может быть занимал, а может быть нет. Ну учился на штурмана, был бы капитаном, ну может быть сидел бы, бумажки перебил. Так я был бы неверующим. А теперь я верующий. Бог меня усыновил. Вы вспомните день избавления от угнетения. И не искушайте Господа Бога. Вот то, что есть, это как раз то самое. 77, Псалом 56. Но они еще и скушали его, и усталый его не сохраняли. Вот в чем выражается. Когда люди не считают Библию и поступают по-твоему. И усталых его не сохраняют. Да и они не знают, как сохранять. Ты не считаешь. А раз ты не считаешь, ты злотого ответа нарушаешь. А нарушает, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. Какие лестники идут. Поэтому да не отходит книга сияла от уст твоих. Но получается, мне день и ночь, дабы в точности исполнить все написанное. Кто не считает Библию, тот искушает Бога. Как? А поступками твоими он все делает неправильно. Я знаю, прихожу, у меня работники работают, все верующие. Они мне на каждом шагу искушают. Посуда открытая. Почему открытая? Когда мухи летают? Она не знает, что все должно быть закрыто. И закрыто смоли своих. Я захожу в 8-9 посудин, нахожу только на кухне открытой. Но я недавно воду брала. Может попасть туда что-то. Искушение. Не искушайте Господа Бога. Он дал покрышку, все. У нас на все есть устав. Мне неприятно, когда нарушают лагерный устав. А у Бога свой устав. Встал на молитву. За все благодарите. За все, что бы ни случилось. Подходишь к двери. Утром встал. Сотвори крестное знамение. И скажи, отрекай сатаны, и всех делай его. И дверь не бойся. Ночью идешь. Не ходи ночью. Но бывает какая-то необходимость. Перекрести крестным знаменем. Изыди, сатана, сгинь окаянный. Дорога пробита тебе. Как будто ты лазерным лечом прожег все вперед. Иди. Высшая философия мира. Какая? Знать Бога, говорит Златоус. Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бога. Литератор любит это слово. И пишет. Вначале было слово. Это день журналистики. Да не об этом слове говорится. Это имя Христа Лоза. Слово. Это имя Ему Слово. Не о нашем слове. Не о журналах, не о газетах говорится. Кто совершенно ничего не понимает. А эти слова берут. Они искушали его. И уставок не сохраняли. Так мы-то здесь живем. Уставок его сохраняем или нет? Беременец. А если не сохраняем, то выходит и искушает. А кто искушает Бога? Где он будет? Бога. Даже друг друга нельзя искушать. Вот где-то попал-то на свадьбу. Мы с неверующим не бываем. Ну может быть коснется. Тебя налили, выпьет. А ты что, не уважаешь? Не уважаю. Когда пишут. Я не уважаю этих людей, которые разно теряются. Я уважаю людей трезвых. Не бойся. В рот не нальют. Ты только смело скажи, написано так, я не царствие Божие не наследует. Все кончилось. Да хотя бы не пел. А где ты определишь границу пел, что нет? Немного выпил, немного ума потерял. Поэтому пей Богу. Не искушай Господа Бога. Исайя, 7 глава, 12 стих. И сказал Акрас, не буду просить знамения и не буду искушать Господа. Санте. Службы сегодня нет. Застигнись. Не искушай Господа Бога. Ты уже не раз слышал это. Ведите тебя как ведущая. Я же стою и не падаю. Стойте. Это одному царю было сказано, проси себе знамения. И он испугался и говорит, не буду просить знамения. Если бы сказали, ты хочешь, вот поверь, что Бог говорит, тебе знамение какое-то надо, я бы испугался этих слов. А зачем это мне нужно? Я и так верю. Все, что написано в Библии, истина. Первая моя молитва, когда в руки попала Евангелие, я встал на колени, и сказали мне люди, с которыми я встретился, проси у Бога, чего ты хочешь. Ну, я знал Богородица, достойность, я больше ничего не знал. Но своими словами, ты не хочешь что-то сказать? А как? Я не молился никогда своими словами. А мне уже 22 года. Ну, вот Бог пришел, что бы ты ему сказал. Я подумал, а чего у меня не хватает? Перечислил, здоровья хватает, работа есть. У меня мира же не хватает. Я не верю в Писании. И я сказал, дай мне веры, Господи, чтобы верить от корочки до корочки. И Бог дал мне веру сразу на колени. И проходит-то уже не два года, а уже 44 года. И я не засменивался, а может быть сотни раз уже Библию прочитал, чтобы хоть одной буковки не поверил. Я верю, это сказал мой Бог. Библия написана по внушению Духа Святого. Малахия, 3 глава, 15 стих. И хотя они искушают Бога, но остаются целы, и поэтому пренебрегают Бога. То, что мы искушаем Бога, требуем чего-то. Да где он? Бог, да почему он запустил, да пусть даст? Бог терпит. Остаемся целы по милости Его. Но где-то это оторвется все-таки. Ты заранее знай, что завтра тебя постигнет несчастье. Вспомни. Рассказывает об одном язычнике. Его мечают, как синахара Рима. В это время прибегает Ганец и говорит, сына твоего убили. А у него на фронте два сына было. Он лавровый венок снял и спрашивает, а какого? Ему говорят, любимого твоего, старшего. Он говорит, а я и знал, что он смертный. Я пять венок набил. Я знал. Он рано или поздно умрет. То есть, вот философия. Он умрет. А чем раньше он умрет, может меньше нагрешит. Марка 12.5. Господь говорит, что искушаете меня? Когда спрашивают, давать налог или нет. Зачем вы меня испытываете? Принесите Динарию. Принесите, и он рассказал, что там изображение. Марка 14.38. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не спать в искушение. Чтобы нам никогда не быть в искушении побежденными, требуется только два шага. Бодрствуйте, то есть не спать и молиться. Христос сказал это ученикам в джесиманском саду. Он видел, что идут воины, они их еще не видели. Он видел, что у них наручники на руках. Что у них будет допрос, что рано или поздно арестуют. Бодрствуйте и молитесь. У тебя искушение. Да вот на меня приехал сын, не вернущий, требует деньги. Бодрствуйте и молитесь. Спрашивает, а что я могу сделать? Сосед пьянствует, третий раз меня заливает. Ну что ты можешь сделать? Скажи, убивать его ты не пойдешь. Я считал, как они включают музыку. Сосед пришел, он только открывает дверь. Второй день я не приеду. Я тебе прихожу, говорю, а ты не слушаешь. Да пошел ты. Он захватывает сразу, я застрелил на место и все. А теперь буду отвечать. Все, музыки больше нет. Мы этого не можем делать. Я могу молиться. У меня соседи рядом, в Варнавуле. И вот они включают такую музыку, страшно, колышек почти. Дерутся между собой и пристают еще через забор меня, ругают. Что я могу сделать? Мы сами молимся. Вдруг одного нет исчез, второй исчез. Окна закрылись, свет погас, нигде ни у кого нет. Я даже туда и не ходил, ничего. А что случилось? Попался. Другой попал где-то в аварию. Вы знаете, что тут было, когда писали про нас за дети и все. Трупами, усеяно все. Никого не трогали, не знаем. Убийц никто не может найти. Странным образом люди стали исчезать. Стали говорить, это что? Не знаю, что. Я молился. Я просто молился. У нас есть знакомый священник, он к нам ходил. Недавно наши с ним встречались, Владимир его звать. И вот его решил местный епископ осудить. Там в Китману он служил, отец Владимир, и что-то там бомб с церковью. Ну, связано было что-то, и он сам священник-то виноват. Но виноват-то можно было как-то разрулить, как говорят. И вот его стали судить настоятель Никольского храма, отец Капранов, Михаил, епископ, и был Амосов, Симеон, казначей, епархия. Они его судили, и его судили, ему дали срок. И внезапно началось. Антоний, епископ, умирает в 41 год. Казначей, внезапно убивает, убивает его шофер из-за денег. И Капранов, сын, тоже умирает внезапно. Каса 30-40 лет было. Никого нигде нет. А это вас освободили или работали? Я не хочу думать, тут событие, ну, расклад очень простой, видно. Я его посещал в камере, давал ему материалы, он говорит, я хоть тут научился молиться. Он там ходил, молился, и все, многому он научился. Но эти люди, никого нигде нет. Нашего отца и Акима, когда судили, там, в другой епархии, там настоятель, уполномоченный, там, уполномоченный, это генерал-майор КГБ, внезапно в один год ни одного нету. Как-то вот так, косой махнул, все головы отлетели, нигде никого нет. Почему? Бог взял в свои руки этот процесс. Притом я знаю случаев очень много. А ты этого хотел? Я не знаю, чего я хотел. Я просил одного, что будет воля твоя. Я знаю, что человек этот мешает. Он не дает работать. Он сидит за каждым шагом, как у нас тут подполковник поселился, и он, ну, замучил нас. Пишет, сращит прокуратуру, ну, непрерывно, кляву-то. Бог все развеял, нигде никого нет. Тишина полная. Бог делает. И только молитв, да не пойдем в искушение. Евангелие от Луки 8, 13. Во время искушения люди отпадают, ибо не имеют глубокого створня. При печати они отпадают. Значит, дарами просить. Господи, дай глубокую веру в Писание, чтобы в искушении устоять. Будешь ты меня испытывать, чтобы я не поколебался ни налево, ни направо. Лука 10, 25. Законник встал, искушая его, сказал учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь в вечную? Слово-то все хорошее. А он, оказывается, знал, он подыскался, что не так, Христос ответил. Меня неоднократно искушали священники. А как вы, Божий Матерь, признаете? А вот вы как? Вот вы хреститесь, ну, то есть вы баптисты, раз вы за русский язык, нам нервык вы баптисты, и разными словами это. Это искушение было. А что я должен отвечать? Спокойно ответить, я верую и исповедую святую и православную веру, признаю Божию Матерь, как Матерь, рощуя Христа Бога и истинного, они ничего не могут сказать. А как же были иеретики где-то, я считаю, иногда иеретики, мое мнение, были мне во всем неправы. Так вы считаете? Я считаю. А это мое личное мнение, я его ненавязываю. Вот и все. И об этом написано, как говорится, ответить в космосе благоговения 1-й петаль 3-15. В Деяниях 20-й главы 19-й стих. Апостол Павел расставает с хрещенниками, хрестископами, говорит, я работал Господу со всячески мудрими и многими слезами среди искушений, которые приключились мне по злоумышлениям иудеям. И евреи подыскивались, подыскивались на каждом шагу. Против меня каких-то искушений не было. И православные, и баптисты, и старообрядцы, и кляузы всякие писали, никого нигде нет. Притом ни одного правильного слова не было. Ни одного. Никто не сказал, что я за то, чтобы люди обратились к Богу и сознательно верили. Они так-то не говорят. А говорят, а он хочет переделать службу. Я не хочу переделать, я хочу, чтобы она была понятная. Вот и все. Писание так говорили, Дух Святой говорит. Лучше пять слов понятных, чем десять тысяч непонятных. Послание Харинфянам. Так вы за то, чтобы стеканцы... Да нет, я не за то, что стеканцы, а за то, чтобы люди учились молиться своими словами. Послание Якова, 1 глава, 12 стих. Блажен человек, который переносит ускушения. Из 14-15 стих. Каждый скушается, увлекается и оборщает собственной похотью. Да как такой выход? Похоть или разум брать? Прихоть ищет свои нравы. Опусти глаза. Мне это не надо. Вот как-то, когда началась перестройка, маленькие магазинчики где построили, комками называют. Я еще ни разу ни в одном ничего не купил. Вот они бы все сегодня исчезли, я ничего не платил, ни разу, нигде. Я ничего не покупаю, мне этого все хватает. Не искушайте. Надо жить очень экономно, чтобы тебе на все хватало. Не тратить. Вот сейчас сделали платный телефон, и как люди застанавливаются? Понимаешь, как платить надо? Полишеные говорили. 125 заплатил, а сверх того, это тебе надо уже платить. И мы в прошлом месяце заплатили, а мы двое на телефоне, кажется 99 копеек за месяц мы говорили. Вот и все. Ну 125 это высчитали, а больше у нас нет. И мы за три месяца заплатили меньше 10 рублей. А две квартиры мы договорились. Договорились? Не звонить. Только крайняя нужда. Там, где бесплатно, милиция, что вызвать и все. А остальное я скажу, поговорю. Договорились у кого безлимитные, им позвоним, мы будем, скажем, то есть по одежке. Будьте мудрыми, не искушайтесь. А теперь пошли, а там много. Движу, там шоковая терапия на телефон, на сервисе. Люди ругаются, плачут. По 800 рублей, да зачем же я не взяла тут телефон? Они сразу нет, через месяц переносятся еще. А я подошел, мне выдали там рубль или сколько-то. Я поблагодарил, говорю, как я доволен, что перевели на эту форму ослуживания. Меня ни разу не обманули они. Люди все недовольны. Говорит, в два раза увеличили, а у меня наоборот в полтора раза уменьшились. В одном этом же городе живем. Второе послание Петра, 2 глава 9 стих. «Господь знает, как избавить благочестивых от искушения, а беззаконников соблюсти ко дню суда для наказания». Бог знает, как избавить. Я не знаю, как. Я ложусь и каждый день трепещу, Господи, избавит усиление от потеряешь. И брат обложил со сеном по самую крышу. Одна из краев его не будет, если с лошади стою утром, дома вместе стою. «До славы тебе, Господи!» Он меня заставляет день и ночь молиться. А лошадь возьмет, привяжет, да любовь займет, убери ее, и там найдешь, как и трепуху. Искушение на искушение. Родные не слушаются. Прислушайте, что говорит Господь. Не веди искушение. Поступайте по-разному. Писание говорит, Бог никого не любит, кроме живущего премудрости. Просите у Бога мудрости. Итак, великий рыбак, апостол Петр, и говорит так, «Одно вы искушение для вас послаемого не чуждайте». Не так, что почему я в верующих, и Бог со мной так обращается. Потому он так обращается, столько у меня может несчастных случаев, искушений, что Бог любит меня, чтобы снять от меня личную стружку, чтобы приготовить народ тебе особенный, земностный, к добрым делам. Аминь. Аминь. Важно, дай Богу. Бог, подпишись.